Наверняка вы, как и я, замечали, что у вас удаляются программы, игры или какие-либо другие файлы, потому что Windows Defender удаляет их, думая, что они вирусы. Также антивирус очень много потребляет оперативной памяти, что на слабых устройствах очень плохо сказывается на производительности. Отключать антивирус от Microsoft с помощью отключения службы или галочкой безопасности Windows бесполезно, потому что после перезагрузки он обратно включается. Способ крайне простой и никак не вредит системе. Но перед началом ролика хочу попросить вас подписаться на мой канал, чтобы не пропустить полезные видео. Перезагружаем наше устройство с зажатой клавишей Shift и запускаемся в безопасный режим. Для этого жмем на поиски устранения неисправностей, потом параметры загрузки и жмем на цифру 4. Далее переходим в системный раздел, потом в папку Program Data, которая по умолчанию скрыта, далее в Microsoft и Windows Defender. Потом выбираем папку Platform, а в ней папку, которая у вас есть. Если у вас каким-то образом несколько папок, как у меня, делайте действия во всех папках. В папке с кучей циферок нам нужно выбрать фильтр файлов по типу приложения, и в каждый экзе файл добавить в конце название единичку, либо же по-другому назвать, но запомнить каждое название. Не рекомендую удалять или перемещать файлы, так как это может вызвать проблемы в дальнейшем, поэтому я рекомендую обойтись только переименованием. Благодаря переименованию этих файлов мы ломаем около 70% работы Windows Defender, из-за этого он перестанет работать и не будет удалять наши файлы. Мой способ, в отличие от каких-либо сторонних твиков или программ, абсолютно не ломает систему, и в случае чего, можно будет также перезагрузить систему и вернуть прежние названия. Теперь перезагружаемся, и можем наблюдать, что стандартного антивируса даже нет в процессах, и он не потребляет оперативную память. Соответственно, он ничего удалять не сможет, так как он не может запуститься. Никаких синих экранов или потери файлов у вас от этого не будет. Самое главное, рекомендую не скачивать программы с каких-либо подозрительных сайтов и использовать только официально. На этом у меня всё, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, желаю всем удачи и до скорой встречи.